Всем привет! Сегодня проведу этот вечер я с вами, так как Витёк немножко задерживается. А где Витя? Мы находимся в Калининграде, 3х3 Red Bull. У нас будет собрание, жеребьёвка и званный ужин. Притащили автобус, он нас заберёт, отвезёт на собрание. Там, кстати, стоят парни, можем спросить у них, как дела. Девочки, привет! Как настрой? Я сегодня за Витька немножко замещаю, вот. Поэтому хотела спросить у вас, как заселение, как настрой, как готовы? Кого хотите видеть в жеребьёвке? Это останется секретом, кого мы хотим видеть. В принципе, все достойные соперники и всегда будут бороться. Заселили нас замечательно. Отличный отель, нас слышно о нём только положительные эмоции. Всё здорово, круто, майки вообще зашелись. Вы знаете мировой этап, где будет проходить? В Риме. Вы готовы? Конечно. В Риме я ещё не была, я бы слетала. Я даже не успеваю задать вопрос, он уже даёт ответ. Это просто... Я читаю твои мысли. Читает мысли, читает рэп. И завтра буду ещё комментировать происходящее на площадках. Так, пожалуйста, мы будем ждать хороших комментариев. Таких же, как интервью. Других нет у меня, нет? Всё, чётко. Ну что, парни, вы будете показывать достойный баскетбол 3 на 3? Нет. Участники прибывают, автобус наполняется. Мы уже сейчас отправляемся на жеребьёвку. Будет вечером интересно, вкусно. Так что следите за нами. Продолжит Витя, а может быть продолжу и я. Субтитры подогнал «Симон» Знаешь, на что похож Витин влог? На что? Много-много окошек. Пушка. Мы ехали-лехали и приехали в форта, как вы можете заметить. Немножко это напоминает фильм ужасов «Бела», но я надеюсь, что мы отсюда выберемся живыми, так как я очень жду званный ужин. Мы в жеребьёвку и посмотрим, кто с кем будет завтракать. А где Витя? А где Витя? А я здесь, друзья. Я прибыл в Калининград. Спасибо Валерии, что так круто меня подменило и провела жеребьёвку. Сейчас поеду в отель, а завтра уже начнётся самое жаркое – национальный финал Red Bull Half Court. Поехали! И надо двигаться, 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 двигаться. Время пришло, друзья. Сегодня национальный финал Red Bull Half Court в Калининграде. Let's go! Что ещё снять-то? Поехали уже, может, на площадку? Не, ну какая красота, а? Армия Red Bull Half Court движется в площадке общественное пространство «Мост». Друзья, мы в Калининграде. Общественное пространство «Мост» – это центр уличного спорта в Калининграде, оснащённый 11 площадками. На центральном корте трибуны, которые вмещают 300 человек. Это очень кайфовое место для всего города. И есть ещё даже детский корт. Red Bull в этом году сделала ещё зону для отдыха. Это супер! И мы сегодня и отдохнём, и снимем контент, и, надеюсь, что-нибудь там выиграем, подцепим, зацепим. Red Bull Half Court. Мы начинаем. Не, надо двигаться, 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 двигаться. Я иду, забиваю в кольцо. Ура, я забил, такое хорошо, молодец, да. Прослушка на Red Bull Half Court. Ждите. И начнём мы с девчонок. Сейчас будет мув, который был на финале в Москве. Тот же самый мув, который на финале в Москве. Даб, давай, сделай. Сделай, сделай. Ээээй! Что за гадюка? Первую игру матрёшки вырвали у Латинос, и Стаси Федотова забила победный даггер. Расскажи свои эмоции. И это была комбинация, или вот так случилось просто? Ну, Вита, ж меня знаешь. Это просто так случилось. Просто так все случается в этой жизни. Я желаю сегодня матрешкам победить. Спасибо, Виктор. Спасибо, Вить. Ну, пожалуйста, встать. Ну что, Калень, тебя как лучше отдавать? В пол, верхом? Лучше в пол. Лучше в пол? При пиках, да? Да, буду вниз. Смотри, я могу отдать слепую какую-нибудь, так что будь готов. Большинство отдают типа раз, так что ты все время жди. Один. Время! Время мешает. Время хорош. Забивает на последних секундах вместе с Сиреной и со счетом 13-7. Пирамида записывает первую победу на свой счет. Первый экстр, нормально. Не, надо двигаться, 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 двигаться. Хозяева, команда города Калининграда против гранаты. Поехали. Поехали. Системья. 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 Поехали. Диман Семенос, что после эмоций, какие после игры? Пивка, блин. Пивка, блин? Домашний кордман, домашняя атмосфера, что скажешь по зрителям? Ну, ты сам видишь, Витяк. Атмосфера бомба. Бомба, как и мои влоги, сто процентов. Так, Калининград 300, выиграли свою первую игру в группе. Идем дальше. Жара, пипец. Болельщик из Калининграда. Как тебя зовут? Влада. Влада, так активно болела. Ты голос сорвала. Ты хотела, чтобы судьи дали технарь, да? Да, да, да. Ты разбираешься в баскете? Ну, мой парень Глеб Фадеев, поэтому как бы... А, он играет? Да. Он тебе рассказал правила Red Bull Half Court? Да. Что главное самое? Забить. Выиграть. Забить. Забить больше очков. Тогда можно выйти из группы. Тогда можно еще, если ты занимаешь первое место, ты еще получаешь дополнительные очки. Влада, ты невероятно. Спасибо тебе большое. Обращаюсь. Давай. Вот такие вот прошаренные болельщики в Калининграде. Не то, что в других городах. Все-таки это суперфинал. Пушка, бомба, но вы поняли. Не, надо двигаться, 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 двигаться. Играет красная бахра против сочинских девчонок Кружный дружок. И вот у меня вопрос. За кого так можно сильно болеть? За кого мы так сильно болеем? За Сочи. За Сочи? За Москву. Ты подсказываешь им комбинации? Нет, я болельщик. Нельзя же тренировать. Но ты разбираешься в басхетте? Чуть-чуть. Сочи вперед? Да. Да? Да. Как правильно у них называется команда? Кружный дружок. Я смогла. Е! Кулачка, кулачка. Хорошо. Так, а сейчас моя сменница Валерия даст жару на площадке. Let's go! Соп! 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 Соп Петербург! Соп Петербург. Уже две победы. Алло, блядь. Пока ты там ходишь, мы все пропускаем. Соп Петербург, девчонки, уже две победы. Это четыре. Две победы. Я разминаться. Стелла ПРО. Соперники по нашей группе. Стелла ПРО, Кетербург, Вано Храмов. Привет, брат. Как дела? Да хорошо, мы тебя потеряли. А, Витя нашелся. Спасибо, что сделали мне контент. Мне очень приятно. Пожалуйста. Что вы обо мне думаете? Вы приехали не полным составом? Нет, мы приехали полным составом. Степа Степанов, расскажи о нем чуть. Степа наш, знаменитый центровой, который выступал на чемпионате России практически во всех турах. Не знаю, как ты его не заметил. Я его не заметил. Ну, вы вчера меня зато не заметили. Пойдем разминаться уже, игра скоро. Мы же с вами играем. А, в 2.15 играем? Конечно, конечно. У меня через 7 минут игра, а я все, хожу. Погнали, погнали. Давай. Сказали, что какой-то будет мастейбольный фристайлер. Бля, выступать. Поэтому время нашей игры откладывает. Посмотрите, посмотрите, я Кирюша Фай, посмотрите, я могу вот такие вот вещи, делай вещи, делай вещи. Я могу делать вот так брейк-данс, я могу мяч подбрасывать вот так. У меня программа на 5 минут, пока руки не сведут, не сведут, не сведут, похлопай мне, похлопай мне. Самые красивые люди здесь, перед мастей надо обязательно обняться Андрюхом Мельником. Меня пишут, брат, меня пишут. Начинаю с большим... Би всех, кроме Славика, понял? Увидел, да. Слава, хорошо на ногах сидит. Кто начинает как? Да, мы так же начнем. И, Рамина! Давай, бро. Давай, вниз, вниз, Илюх. Делай, делай, делай. Хорошо, хорошо, бро. Молодцы, молодцы, молодцы. Серый, серый, серый. Руки, 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 просто вверх. Хорошо. Желтый играет. Можешь посмотреть, пожалуйста. Я тебя прошу посмотреть, ты ни разу ничего не свистал. Посмотри, пожалуйста. Я тебя прошу, блять. Я просто не знаю правила, извиняюсь. Я не знаю правила. Я вообще, меня душит чуть-чуть. Я думал, что во время игры нельзя со скамейки выходить. Но у нас пауза. Время. Ну что, друзья, аплодисменты, команде Стелла ПРО. Они забирают свой первый матч. Не, ну у Стеллы чувствуется уровень. Постоянное давление на мяч. Мы пока к атакому не готовы. В конце уже пытался забить трешки. Не забил. Накрыли. Аэрбола. Ну, по классике все. Ладно, играем дальше. Еще одна игра. Пройдет в Нижнем Новгорода через несколько часов. Через час-полтора. Ну, где-то так. Слава, братка, вы вышли уже в полуфинал. Осталось только выйти нам из нашей группы. Ну да. С нами хоть понравилось играть? Ну да, мы тебе еще головы резать. Мы тебе еще отбитые. Не, надо двигаться, 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 двигаться. Между играми ребята в чилл-зоне могут отдохнуть. И поспрашиваем, что какая у них любимая еда. Приятного аппетита, бойцы. Что, по бананчикам? Какой секретный ингредиент у тебя всегда в пище перед играми? Кашка, кашка геркулесовая. Это очень хороший выбор. С утра лучше яичек, белочек. А потом яички соперников, да? Расскажите мне вот такую вот связь. Смотри, тут две полярности. Это Клим с Лехой. Тихие, спокойные ребята. И Берг с Семеном. Просто вы поняли, да? И вопрос, вопрос. Как вы уживаете? Или вы друг друга дополняете? Дополняем. Но мы... Говорят, у них баланс. Мы как плюс и минус в магните. Друг с другом не... По отдельности ничего не работает, а когда вместе все, мы тянем. Ну, если четверо таких было, то это было бы too much, я думаю. Музыка. Музыка. Дайм-аут 300 и байк-аут 12-12. Осталось 13 секунд до конца. Все сокомандуют с Калининградом. Так, чей мяч, чей мяч? Играют жёлтые. Кто завершен? Мяч покажет? А время решает? Нет. Промахнуться было невозможно. Но он это сделал. Он это сделал. Овертайм. 300 отбились. Сейчас будет их атака. Три или два. Два или один будет решать. Овертайм. 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 Браво, браво! С нами я герой этого матча между 300 и Байкал. Глебас Базар с центр площадки из угла отрабатывал? Конечно, всегда отрабатываю такие броски. Слушай, как ты думаешь, поддержка зрителей помогла тебе забить этот удар? 100%. Ну, поддержка зрителей помогла в целом вообще заточить эту игру, потому что они явные фавориты. Вот, и если бы не они, то мы вряд ли вывезли бы. Просто дотянули бы до этого. Здесь уже удача сыграла роль. Кайф, это круто. Команда 300 повышает свои шансы выхода из группы, верно? Да, да. Или вы уже вышли? Не, не, работа не закончена. Джабс на финиш. Сейчас с Питером игра важная будет. В любом случае. А закрутка может быть, поэтому... Закрутки мы любим, но ты красава. Спасибо. Давай. Е! Глебас из команды 300 похоронил Байкал. В любом случае... Может быть, мне не надо будет Байкал никому привозить. Короче, все круто. Продолжаем. Рэдбулл Халфкорд, Калининград. Суперфинал. Национальный финал. Е! С нами Влада. Она уже показала, что круто разбирается в баскетболе и в правилах Рэдбулл Халфкорд. С нами Женек. Привет. Здорово всем. Это Майя. Здрасте. С нами Диана. Привет. Привет. А сейчас мы ее протестируем на то, как она знает амбассадора Тесо Клинкапеллу. Он из Швейцарии, кстати, тоже, да? Давай сразу по вопросам. Сколько Клинкапелла сыграл матчей за все сезоны в NBA? 397 или 398? 397. Как это она так? 397. Хорош. Сразу с легкого вопроса. 398. Ай, 397. Ай. А сколько время в среднем проводил на площадке? 26 минут или 31? Я не знаю. Наверное, 26. Она что, чемпионка у нас что ли будет? 26. Молодец. 26. Браво! Молодец. А сколько бросил трехочковый за все 397 матчей? 0 или 13? 0. Он центровой. Он... Какой он? Центровой. Центровой, дядька. Поэтому он не бросает трехочковые. 13, наверное. 0. Я знал, на чем он ошибется. Я думаю, 13. 0. 13. Ну, ноль же. Он центровой. Он не бросает трех. Какой у него рост? 2,08 или 2,11? 2,08. Что творит эта женщина? В детстве он играл в виды спорта. Смотри. Разные там, да? Но вот перед баскетболом он играл в этот вид спорта, а в 13 лет вымахал в 190 сантиметров и поменял это на баскетбол. В какой он вид спорта играл? Футбол или теннис? Я думала, футбол. Футбол? Хо-хо. Круто? Футбол. Футбол. Ты молодец. Ты крутой. Под каким номером был выбран на драфте 2014 года? Под 25 или 36? Пусть будет 25. Она ответила на все вопросы. Абсолютно. Правильно. Призы будут. И призы получает она. Конечно же. Наклейки от RedBall Hardcore. Еще будут. Обклеиваешь весь ноутбук. Еее. Молодец. Спасибо. Круто. И у меня для тебя подарок. Это наклейки. Да, это часы. Но сейчас это наклейки от RedBall HalfCord. Ты красава. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ди, ты крутая. И у меня все равно для тебя подарок. Соберёшь? Да. Наклейки RedBall HalfCord. Ди, ты крутая. Спасибо большое. Продолжай так же развивать баскет. Ты молодец. Обязательно. Спасибо. Ну не развивать. Ты крутой. Получаешь наклейки от RedBall HalfCord. Еее. Ты молодец. Ты молодец. Кулачка. Кулачок работает. Еее. RedBall HalfCord. Блиц. От Кисо, конечно же. Денис, победа на ЦОП. Они были фаворитами в этой игре, но вы уже перевернули здесь все с ног на голову. Это ваш дом, ты мне сказал. Да, да. Я не считаю, что здесь только фаворит. Фаворит здесь мы. Это мы здесь дома играем. Здесь наша публика, наша площадка, и мы ее защищаем. Вы в полуфинале? Мы в полуфинале. Получается так. Команда 300, открытие этого национального финала. Красавцы. Дарю. Дальше больше. Дальше больше. Бразыч, Дико Бразыч. Он злой пи***. Он злой пи***. ЦОП Санкт-Петербург не вышли, получается, да? В полуфинал. Вы проиграли команде 300. Расскажи, что случилось? Почему так выступили? Произошла классика. Ты вроде сказал, что ты такой злой, ты на самом деле такой добрый и милый. Блин, ты красава все равно. Спасибо. Да. ЦОП Санкт-Петербург, все равно респект вам, мужики, что приехали. Так, девчонки-чемпионки. Бразыч говорит, что нужно скринить. Вы заскринили? Я сейчас покажу. Ну-ка, капу, капу нам показывают. Я бы даже сказал, машиняка. Смешно же, да? Ну ты смешно же, да? Чуть-чуть же смешно. Чуть-чуть смешно? Как? Напишите в комментариях, смешно? Да, если смешно, напишите в комментариях. Я порадуюсь. Хорошо поработали, хорошо отдыхаем, надо подкрепиться. Нормальная банда, как вы считаете? Топы все здесь, за этим столом. И это даже сейчас не про баскетбол, а просто люди. Основа, основа здесь. Основа. Ну, кроме тюм. Ну, короче, все нормально. Не, надо двигаться, 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 двигаться. Мы в полуфинале, и будем играть против команды Байкал. Я опасался этой встречи, но, значит, такова судьба. Если вы смотрите, то сзади меня здание, и там граффити 3 на 3. А, значит, сегодня Калининград пропитан духом 3 на 3. Я за весь свой тур побывал на самых крутых площадках. Это площадка в Сочи, в парке Ривьера. Это бренд Нью Кап в Екатеринбурге. Это Москва и Северный Лошамбтовый парк. И сегодня я в очень крутом месте. И это пространство, мост. И я респектую всем людям. Андрюхе Мельникову и вообще, наверное, много кто помогал ему. И если так будет продолжаться, то, наконец-таки, баскет в России будет популярным видом спорта. Поэтому я все это делаю для вас. И мы сейчас приступим к полуфиналу. Red Bull Half-Court 3 на 3. Let's go, как говорится. Погнали. Двигаться, двигаться, двигаться. Двигаться, двигаться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девчонки, ЦОП Петербург. Получается победителя. Сколько там билеты в Рим стоят? Да, нам все равно. Нам все равно ЦОП платят, да? Да. Какие ощущения? Ну вообще по кайфу. Мы хотели давно выиграть. Уже вообще эти матрешки нам не давали. Спасибо девчонкам за хорошую игру. Было круто, мы счастливы. Витя приехал? Приехал. Вызов сборного помог тебе всех порвать сегодня? В совокупности все помогло. А я помог? Да, очень. Ура! ЦОП Петербург, чемпионки! Ну, может покричим все вместе? У-у-у-у! Хорош! Давайте, мы можем крикнуть все вместе. Давай, крикнем. Что кричим? Что мы сделали? Победили! Что мы сделали? Победили! Надо вниз! Так быстро, вертый, метрый, внизу, все для прессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Я сказал вам! Я сказал! Три секунды до конца, Тайкал, чемпионы, 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 чемпионы. Друзья, на самом деле, как команда, мы красавчики, хорошую игру показали, дожали, но нужно отдать должное команде, Стелла Поро, парни опытные, все было круто, но мы сильнее в этот раз. Были небольшие проблемы по началу турнира, то есть в группе, то есть мы из-за холода не могли включиться, то есть в свою игру, первую игру сыграли нормально с Питером, потом две какие-то плохие, то есть не было наших атаки, то есть суммур какой-то. Сейчас мы включили, собрались, поговорили, остроились, сыграли. Я этого хотел больше, пацаны этого хотели больше. Побеждает не тот, кто больше умеет, а тот, кто больше этого хочет. Я согласен. И еще вы себя сегодня супер адекватно вели и мой респект вам. Вообще без... Леха, нам Байкал должен. Да, и Байкал я вам еще должен. Вы красавцы, пока там Берго держат, давай, красава, красава. Мама смотрела, родители смотрели все сия, всем спасибо. У меня девушка ни разу не была за границей, я ей сказал, что если выиграем, поедем в Рим вместе. Все, Ален, гоним в Рим. Браво, красавцы, красавцы, давай. Раз, два, три, Байкал! Байкал где? Сейчас будет, все будет. Рим, Лех, тут вам от Витька посылка. Двигаться, 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 двигаться. EVP кто-то у нас, да? Помощница EVP. Хоть кто-то не подвел меня сегодня, спасибо, молодец. Спасибо, спасибо. Цоп, 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 цоп. Сэм, наконец-то ты кончил. И тебе дали EVP за тот эпизод со мной, это было мощно. Респект, красава. Сэм, ты что победила в какой номинации? Лузер сезона. Лузер сезона, ты больше не забила трешек? Нет, я больше не промазала. Редбул халфкорт подошел к концу. Национальный финал России-Калининград. Чемпионки у девчонок СОП Петербург и чемпионы мужиков это Байкал-Москва. Поздравляем, увидимся в Риме. Друзья, конкурс. Чтобы выиграть бейсболку New York Knicks, в которой я был весь этот выпуск, вам нужно будет ответить правильно на вопрос. Назовите игрока New York Knicks, который в 1999 году забил трехочковый с фоллом и принес своей команде победу. Пишем имя игрока и сколько оставалось на табло времени, когда он забил свой трехочковый. Первые трое, кто правильно даст ответ, получат бейсболку. Всем спасибо и удачи!